здравствуйте друзья вопрос с утречка мне 21 год живу недалеко от вас буквально через океан во владивостоке это рядом учусь на четвертом курсе юридического факультета в федеральном университете средний бал 4 скобках звезд с неба не хватаю с первого курса работаю в юридической клинике оказываю правовую помощь гражданам сейчас устроился помощником в интернешнл law firm я очень амбициозный человек большое удовольствие доставляет браться за сложные нерешаемые задачи участвовал в международных конференциях английский язык upper intermediate самого начала обучения меня очень заинтересовала англосаксонская правовая система и прецедентная система права однако я себе отдавал отчет чтобы с юристом сша или англии невозможно оба чего невозможно не за невозможно конкурировать с носителями языка которые прожили долгую жизнь своей стране поэтому решил двигаться в сторону международного права в российской федерации еще несколько лет назад планировал после получения бакалавра пытаться поступить в магистратуру в москву в ведущий университет но с открытием вашего канала у меня произошел переворот в голове оказалось что россиян практикующих права в сша достаточно много да уж хватает хватает и когда тебе всего 21 год добиться можно чего угодно я я тоже так считаю может быть это он у меня набрал с такого мудрого но конечно в россии меня ничего не держит я люблю свою страну ее историю однако мне противно то что происходит сейчас думаю как вы уже поняли какой-либо иммиграционный статус у меня отсутствует какой-то сложности в иммиграции не вижу возможно слишком наивно планирую играть в этом году гринкарт лотерею однако знаю что тестить статистическая вероятность победы один процент если переезжать то по политическому убежищу заранее хорошо подготовив кейс народе дальше насколько я понимаю будет примерно год выживания до получения гринкарт нет вы плохо понимаете после вижу несколько вариантов развития событий и которому из них следует придерживаться не знаю насчет насчет гринкарт он конечно попутал вариант 1 за первый год проживания отучиться в вашей школе на теста успешно окончить поработать три года тестировщиком за это время значительно улучшить язык подготовиться самостоятельно к бару бар экзамен экзамен на прием в коллегии адвокатов и на заработанные деньги поступать на ллм это мастер инло есть такая да для людей с высшим образованием юристов однако изучив немного форум говорим про с понял что ллм без джейди особо не котируется это степень доктора юспруденции которые получают здесь да и после сдачи бара находит работу в течение года только 60 процентов юристов ему мало 60 процентов выходом становится либо учеба в топ твоне лоскул либо заранее наработанный опыт вариант 2 после получения разрешения на работу идти помощником в любую юридическую фирму нарабатывать опыт повышать английский потом опять же поступать учиться научиться на какую степень ллм или джейди по моим грубым подсчетом начать работать по специальности получится годам 28 30 но ведь это уже так много так самые супер продуктивные годы будут позади и потрачены на учебу 30 лет как раз тот возраст когда должна будет появляться семья а значит значительно увеличится расходы судя по open house то что мы тут показывать более-менее нормальный дом в калифорнии стоит в районе миллиона долларов но не не во всей калифорнии есть намного дешевле получается моргич займет лет так 20 и о статусе рантье годам к 50 стоит позабыть оказывается он рантье хочет быть так глубоко в душе присутствует некий страх что оставшись слэш переехав могу не реализоваться по максимуму либо там либо тут страх есть подскажите пожалуйста как бы вы поступили будь вы юным юристом из россии грезящим карьерой адвоката по каком пути пошли как обстоят дела у россиян работающих юристами в сша много вопросов могут эмигранты юристы из рф претендовать на работу в топ компаниях сша или основная масса работает на русских а это позор да так судя по тексту также если можно интересно было бы узнать о учебе и карьере вашей дочери ну если я все вопросы не позабуду то сейчас мы по ходу дела ответим ну что же давайте мы поболтаем значит что касается выпускников юристов в соединенных штатах и их трудоустройства там система не немножко ну не знаю как сказать хорошая плохая давайте расскажу как работает уже когда смотрите сами значит камеру попытаемся защитить от солнышка значит что происходит вы учитесь очень важно где вы конкретно учитесь потому что насчет вот там 20 лучших школ я я не знаю насколько 20 лучших школ сильны в равной мере потому что из 20 лучших школ может быть есть там 5 6 которые очень сильны а остальные может быть не настолько сильны с точки зрения трудоустройства выпускника поэтому значит как работает человек учится в на юридическом факультете там какого-то университета вот у нас тут например это ведущие это стэнфорд и беркли тоже очень хорошая лоскул соответственно большие компании невзятно очень большие ну достаточно большие компании у них есть нет некий такой план по найму молодых специалистов из университетов вот они говорят мы в этом году берем 20 там молодых специалистов из них 5 будут из стэнфорда 5 будут из беркли там три вот из этого там еще два из этого то есть это могут быть университеты не обязательно вот такие крупные солидные как допустим беркли а есть еще несколько здесь на местности которые может быть не такие крутые но тоже ничего то есть там тоже есть нормальные люди такие вполне которые хочется нанять значит дальше что происходит если вы учитесь в беркли например или в стэнфорде то происходит это три года надо учиться в лоскул значит происходит это в середине второго курса в середине второго курса там рассылают успеваю резюме по тем компаниям в которых вам хотелось бы может быть работать но там обычно так ковровом бомбометане они шлют потом идет процесс интервьюирования и процесс интервьюирования идет не на работу а на практику в компании которая происходит летом после второго курса смысл в том что если все нормально то после этой практики вам сделают там оффи предложение на работу и чем больше у вас есть предложение на практику тем больше у вас возможности выбрать практически ну реально вот скажем работу которую вас потом будет так так работать даже если вы учитесь в очень хорошей школе такой тут еще сказывается экономика как таковая ее состояние допустим если все бумирует нужно много народу если обратный процесс то нужно меньше народу соответственно вас меньше предложений соответственно когда вас отбирают на эту практику то они смотрят на то что вы хорошо учитесь то есть те отметки которые вы там получили первые в течение первого года вот они как бы имеют очень большое значение но соответственно чем проще школа да тем меньше к ней интересы тем меньше запросов идет на людей оттуда есть я часто видел людей которые не очень понимают о чем речь и они там говорят вот у меня там внучками там дочка там где-то там лоскул а где в лоскул и дальше называется чего-то ну какого-то совсем такого уровня не невысокого и и мы все знаем что там у людей потом плохо с работой то есть если у тебя папа юристы там где-то у тебя в какой-то фирме работает он тебя туда приведет вопросов нет ну ну конечно или там своя фирма очень много есть людей у которых свои какие-то небольшие фирмочки они подгребают своих детей там племянников да не вопрос но если вы говорите что вот у вас таких связей нет а вы просто пошли и как бы с рынка хотите получить надо учиться вот в топовых школах на той местности где вы находитесь и соответственно у вас будет больше возможностей в получении предложений на практику соответственно на работу если вы учились какой-то школе но в какой-то и вот не получилось у вас вот так чтобы вас прибрали прямо с кемпуса тогда возникает вопрос что вам надо потом искать работу да там еще есть вопрос вот сдачи этого бара то есть экзамен на на то что вы можете практиковать закон то есть коллеги адвокатов по-русски мы бы сказали когда вас взяли на работу с интерншипом предложили работу предполагается что вы начнете работать а потом в процессе давно ближайшем там на ближайшем экзамене они несколько раз год принимать вот пойдете получите там свой этот бар сдадите то есть у вас еще нету с данного бара дальше что допустим вас не перебрали вот так и вы идете искать работу и у вас нет незнакомых ничего а есть просто бумажка чтобы чего-то закончили вы оказываетесь в очень тяжелом положении потому что таких как бы много гораздо больше чем те кто из топовых школ с хорошими отметками и так далее где-то как раз мало поэтому надо быть среди тех кого мало чтобы все было хорошо так так получается значит теперь вот они ходят значит что они могут сделать они могут открыть собственную практику это пожалуйста ты можешь открыть собственную практику но вопрос том что если ты нигде еще не работал толком а как ты откроешь практику вот что-то такого знаешь умеешь и так далее но можешь конечно можем там значит дальше начинается что иностранец иностранец получил образование где-то он приехал соединенные штаты юридическое образование и пошел в течение года отучился получил этот мастер и это позволяет ему сдавать бар но где-то не делает его там каким-то супер юристом там или чем-то таким нет но он может пойти и сдать бар когда он сдаст бар то у него появляется возможность искать работу и хорошая это будет работать плохая будет работа опять какие у тебя связи какие у тебя отношения там кто-то тебя приведет не приведет какой тебя опыт предварительный может быть языками какими-то владеешь может быть у тебя есть какое-то образование другое ну вот например ты был инженером а потом закончил там лоскул и тебя с удовольствием возьмут какую-то патентную там фирму но если у тебя ничего этого нет значит вот начинаются такие вопросы то есть человек который вот так приехал из-за рубежа и сдал этот экзамен и может быть даже пошел бар сдал он находится в не очень выгодном положении скажем так совсем не выгодном положении с точки зрения поиска работы потому что он вот сам по себе да никому особо не нужен он выпал из системы которая размещает выпускников в хороших фирмах но он может прекрасно открывать свою практику и заниматься тем чем он хочет значит что мне вот в письме молодого человека не понравилось значит во первых он говорит что там 60 процентов там сдают пара 40 процентов не сдают бар но если ты себя отчислишь потенциально в этих 40 процентов не занимайся законом не занимайся юридической практикой вообще выброси это все из головы если ты в 60 процентов лучше не попадает вообще не надо этим заниматься это не твое это первое второе экзамены можно сдавать несколько раз в год пожалуйста тебе никто не запрещает сдавать но не стал с первого раза сдался 2 там или 3 это бывает это не не все сдается первого раза но внукаю то есть если вы настойчивы вы хотите и так далее ну стадите чего-чего за проблем пока все кто хотел все сдали я вас уверяю хотел не смысле того что мечтал а в смысле того что пошел и сделал то что для этого нужно подготовился там есть курсы которые готовят к этому и так далее ну что за проблем это сложный экзамен тяжелые несколько дней происходит там и так далее ну ну надо сдать если ты хочешь быть в этой профессии а чё не сдать дальше он хочет работать в большой фирме он не хочет заниматься тем чтобы скажем развивать свой бизнес и то есть хочет быть таким наемным человеком я не знаю есть люди я знаю поскольку меня дочь адвокаты я знаю там много ее друзей которые тоже занимаются юридической практикой и они где-то все работают начать не работают юридических фирмах которые обслуживают клиентов другие работают так называемый инхаус а тернист то есть они работают в компании у которых есть свои юристы в штате ну например если вы подумаете о компании уроков у них есть большой юридический отдел который занимается там миллионом разных вещей то же самое можно сказать и про гугл и про интервью и бэй там на любой компании которым голову придет значит вы понимаете что там есть какой-то юридический отдел если это достаточно большая там люди не получают таких больших денег как например в компаниях которые обслуживают клиентов но зато у них есть как бы нормальная размеренная жизнь то есть они имеют там отпуск они имеют как-то восьмичасовой рабочий день там и так далее значит что еще сказать все определяется тем что человек верит в себя он говорит себе это сучи вроде бы говорит это мое призвание я хочу заниматься вот этим вот но он хочет так заниматься чтобы как бы вот его куда-то взяли на работу а он бы уже как-нибудь вот там как-нибудь он бы работал то хорошо еще еще быть я звезд с неба не хватают это ж надо так про себя сказать как это ты звезд неба не хватаешь то есть он с одной стороны две фразы одна за другой первый он говорит что он звезд неба не хватает а с другой стороны он говорит что он любит эту работу он он учится там я не знаю но вам бы не на все пятерки но неважно как как это звезд неба не хватает мне меня резонова слух это все значит он раньше думал что вот если ты иностранец ты с акцентом говори что ты как бы тебе плохо если ты специалист то неважно с каким акцентом ты говоришь акцентом никого абсолютно напугать нельзя кроме того вот эта вот мысль там работать на русских я честно говоря даже не знаю но может быть в нью-йорке где-нибудь есть какие-то такие русские которые нанимают много адвокатов чтобы на них работать я я честно говоря таких не знаю все-таки адвокат не все адвокаты имеют свою практику и не все адвокаты являются партнерами там в какой-то практике если вы про мою дочь спрашиваете что она является партнером в компании там их есть несколько человека она является партнером и у них есть несколько там человек наемных работников это правда но по-всякому бывает там много вариантов я не хочу в это все лезть мы сейчас говорим на уровне страхов и и вот не помешает ли ему то что он из российской федерации там мы это что у него язык а он еще и как там там звезд неба не хватает все барьеры которые вы себе поставите в жизни все эти барьеры будут у вас жизни стоять и вы будете через них перепрыгивать сами себе поставить и сами будете через него прыгать есть барьеры которые реально существуют в этом мире так и прыгать надо через них значит никакого барьера связанная со связанного со страной нету я я не вижу значит барьер другой состав вот реальный барьер у такого человека который приехал учиться и получил там своего ллм например что он не учился вот в той школе он он не знает десятков людей с которыми он вместе учился которые могут его порекомендовать он ниоткуда вот такой как бы дочь и бурашкинская такая стадия да вот он был сначала игрушкой безымянной и ему никто руки не подавал лапу не да сейчас ему часом чебурашка и каждая дворняжка ему лапу падает вот он не чебурашка он еще не в стадии чебурашки в стадии безымянный такой игрушки вот это это объективная вещь чем это компенсировать энергии углубленным изучением какой-то темы умением себя подать я не я не знаю как они там себя подают но они себя вот если которые умеют себя подать из них которые не умеют энтузиазмом стремлением желанием понимаете и вот и что дни нытик который все время ищет там что у него про что у него проблемы и он там куда-то не успевает вот а а тем что он делает то что надо делать ведь я тут кого-то подрезал он так недовольно возмущен а я мигал поэтому нифига бибик тут вот поэтому там еще было насчет джейди и ллм я не знаю кто ему там сказал по поводу того что джейди ему сильно поможет здесь ходят очень очень много людей у которых есть джейди и и которые абсолютно не пристроенные никак вот они я я начал с этого они заканчивают не самые топовые университеты значит они даже если это не топовый университет но вы там в десяти процентах лучших вас все равно подберет система вот в двадцати уже не знаю там в пяти а если а если вы там в тридцати процентах самых низких то это уже совсем другая история поэтому здесь чудовищное количество людей у которых есть джейди и которые абсолютно не пристроены не ник не востребованы абсолютно никому не нужно никому и мы вот об этом говорили и вот человек говорит там 60 процентов там не только сдают там этот бар остальные со своим джейди они не могут сдать этот бар ну с первого раза не могут со временем как-то они умудряются поэтому что можно сказать что джейди абсолютно не делает человека самодостаточным реализованным востребованным и так далее джейди это как бы вот некий такой может быть пропуск там куда-то но я не знаю кто ему это там сказал на форуме и я не знаю в чем так сказать смысл этого вот но он он уже не не попадает в эту категорию то есть он получил он уже не получил джейди в таком университете откуда просто людей разбирают и так далее если он пойдет через там вот такой путь как ллм но если он приедет там второй вариант был и будет учиться на тестера а потом будет учиться там получать своего джейди надо сказать что лоскул там обычно не учится совсем маленькие там ребята постарше то есть там легко можно увидеть людей которым и 28 и 30 лет то есть они идут учиться и это три года надо учиться и это нормально это не обязательно быть 24 25 даже лучше как бы чтобы они успели это поработать например если он поработает тем же тестером например а потом пойдет то у него появится какой-то жизненный опыт какая-то область которую может быть знает он может быть этим будет чем-то привлекателен для будущего нанимателя но остается вопрос как он будет жить 3 года если он учится фулл-тайм и опять это его джейди имеет смысл только в том случае если он действительно учится в топовом университете и что исключительно важно учится очень 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 хорошо если он звезд не хватает и это видно по его отметкам там и так далее ему бессмысленно учиться в этом вот на этого джейди в топовом университете даже если его вдруг возьмут понимаете вот такое такое мое рассуждение вот я прибыл по месту прохождения службы и с вами прощаюсь когда-то общается вот этот поляährt ухо шик вы